Консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Список возглавила компания Amazon. Apple на втором месте, Google на третьем. Из российских брендов в перечень вошли Сбербанк, Газпром и Лукоил. Но они далеко не в мировых лидерах. Тот же Сбербанк на 139-й позиции. Остальные, те два бренда, которые я называла ранее, еще дальше. О том, как имена компаний становятся капиталом, поговорим с управляющим партнером консалтинговой компанией Psychea, специалистом по брендингу Алексеем Муразановым. Он у нас в студии. Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. За что же эти деньги огромные? Вот Amazon, первое место. По-моему, почти на 25% в цене вырос бренд за прошедший год. И составляет сейчас его стоимость почти 188 миллиардов долларов. За что такие деньги? Просто за имя? Ну, нет, конечно. О каком просто имени речь не идет. Речь, безусловно, идет о капитализации компании. Речь идет о результатах ее рыночной деятельности за отчетный период. Речь идет о показателях ее инвестиционной привлекательности. Речь идет о том, как относятся биржи к потенциалу ценных бумаг, которые выпущены этими компаниями. Как они росли в последний период времени. Как исчисляется потенциал роста этих бумаг на прогнозируемый период. Собственно говоря, в оценку бренда входит огромное количество показателей. В том числе, условно говоря, имущество компании. В том числе иная собственность типа брендов, патентов, дополнительных, неких научно-технических разработок, которые закреплены за компаниями. Это потенциалы роста в инновационных отраслях, трендов рынка, на которых они операционируют в ближайшей перспективе, уровни развития рынков. Я еще раз на тебя хочу, то есть это всякие разные совершенно показатели, прогнозы, какие-то... Это очень много показателей. Но именно показатели, то есть не сама финансовая, не знаю, имущественная база, все, чем располагает компания. В том числе и имущественная база, в том числе и нематериальные активы, которые так или иначе относятся на счет того или иного бренда. Безусловно. Модели архитектуры, допустим, брендов часто выглядят так, что многие компании или многие люди потребительные подразумевают, что бренд А, которым они пользуются, является собственностью или принадлежит в архитектуре корпорации Apple или Microsoft. И вопрос, каким образом производится оценка на рынке того или иного бренда, до сих пор стоит открытым, потому что как минимум на рынке существует 5-6 моделей оценки сила, капитала, бренда и прочее. Исходя из расширенного пресс-релиза, с которым я знаком уже, компания, которая предоставлена, у меня, допустим, внутри там масса вопросов есть к моменту оценки капитала бренда, ну очередному, и всегда это вызывало. А можно вообще объективно рассчитать стоимость бренда? У всех ведь наверняка будут какие-то, в какую-то сторону перекосы, если вы говорите, что столько показателей. Ну, конечно, сравнивать, условно говоря, показатели, которые работают на розничном рынке бренда, с показателями компаниями, которые операционируют, допустим, в сегменте бизнес для бизнеса, это странно. Сравнивать компании, которые занимаются, которые имеют бренды ежедневного массового высокоборотного потребления и компании, которые выпускают товары и услуги B2C, условно говоря, автомобили, которые я покупаю, и пользуюсь, ну как минимум, три года, это тоже странное сравнение. Сравнивать компании финансового сектора, компании финансовых услуг, крупные IT-компании и компании, допустим, общепита, сети или девелоперов между собой, подгребая их в одну к ребенку и устраивая единый рейтинг, либо там смешивая номинации в неочевидном порядке, тоже странные показатели. Это всегда вызывает вопрос. То есть надо все в идеале по категориям разным считать и не смешивать? Конечно. Там 500, по-моему, пунктов. Да, 500 брендов и там еще что-то, да. Там есть еще определенный нюанс, что каждая из компаний операционирует на рынке определенного жизненного цикла. Есть молодые, буйно растущие рынки, ажиотаж, на котором чудовищный, потенциал роста безумный. Есть компании, которые операционируют на рынках достаточно устоявшихся, стабильных, где потенциал роста невысок, и борьба, безусловно, идет за счет инвестиций, дистрибляционного покрытия, проникновения в ежедневное потребление того или иного товара и услуги и глубины этого потребления, его чистоты, объема и уровня. И это все те показатели, которые входят в систему оценки капитала, силы, здоровья бренда и далее, в том числе и о капитализации. Когда мы говорим о том, сколько стоит та или иная марка, там есть, допустим, такие показатели, как релевантность бренда целевой аудитории. Это отдельные, условно говоря, исследования, достаточно дорогие. С одной стороны, исследовать можно знания бренда, наведенные прямое. Мне кажется, что вот как раз этот узнаваемость, знания, он в обывательском понимании как раз и значит стоимость бренда. Именно обычно так вот и воспринимают, что вот сколько стоит, там, не знаю, коп-кола, все ее знают, значит, очень много. Ну, так многие думают, именно так. Да, безусловно, я с вами согласен, но здесь есть один нюанс. Дело в том, что вы меня можете спросить, какие марки напитков, газированных сладких напитков вы знаете, эти первые две марки, которые я назову, безусловно, будут кока-кола и пепси-кола. А потом вы мне зададите второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы употребляете эти марки? И как часто? Я скажу нет и уже давно. И да, такие. Но это сами эти газировки, при том, что у них же огромное количество, я так понимаю, у компаний, которые делают кола и пепси, других, совершенно других брендов. Внутри есть огромное количество брендов, независимых совершенно. Допустим, мало кто знает, что фанта, это там кока-кола, что там бонаква или акваминерали принадлежат тому или иному бренду. Люди ориентируются непосредственно на марку, которая им известна, которую они потребляют. Система внутренней принадлежности той марки, тому или иному глобальному бренду, либо материнскому бренду, либо еще в целом компанию владельца, для потребителя чаще закрыта. Он не представляет, что это такое. И разные аудиторные группы, и разные релевантные и не релевантные марки, и разные конверсионные показатели, условно говоря, в зависимости от инвестиций в продвижение бренда, в дисциплинационную составляющую. И для меня всегда, как для специалиста этого рынка, который достаточно глубоко погружен в оценку силы, капитала и здоровья бренда, не совсем понятно, откуда берутся такие чудовищные инвестиции, либо каким образом систематизируется полученная информация для того, чтобы более-менее релевантно оценить капитал, силу и здоровье бренда, допустим, его стоимость на рынке, среди такого огромного количества компаний. Я предполагаю, что, скорее всего, в основе угла лежат финансовые показатели, потенциал рынка. А все остальное, часто компании не раскрывают, по какой модели они пользуются. Допустим, Саймон Салливан, это Дэвид Акер модель, это БАФ модель, допустим, модернизированные, каким-то образом преобразованные, это еще какая-то модель оценки силы, капитала, здоровья бренда и прочее. Как систематизируются, как собираются эти данные, в отношении каких марок, как они ранжируются, как сравниваются рынки между собой, либо все валится в кучу. Поэтому я так думаю, что это просто некий фан такой, мне кажется, отчасти, к которому мы привыкли. Да, наверное, для той самой консалтинговой компании, БАФ способ себя продвигать, опять же, как бренд, да, видите, очень много противоречий. Допустим, у меня, я не буду рекламировать компанию, задавать вопросы, кто хочет, может это открыть, посмотреть в открытое, в опубликованном релизе компании. Допустим, для меня крайне странный подбор территорий, то есть стран, с которыми собираются данные по тому или иному бренду. Он мне вызывает вопросы. Условно говоря, потенциал бренда с точки зрения его пенетрации, дистрибьюции, допустим, и оборотов, которые он получает на территории Китая, и те же показатели достаточно мощного бренда на территории Российской Федерации, ну извините меня, миллиард сравнивать со 146 миллионами, но это как сравнивать с лоном Оська. Ну я опять, с вашего позволения, к обывательскому, к тому, что интересно людям, которые плохо погружены вот именно в детали этой темы, в терминологию, если мы говорим про узнаваемость бренда, про лояльность аудитории к бренду, вот эти показатели, они могут, какой максимальный вклад в стоимость бренда внести? Ну вообще, это вы очень правильно вопрос задали, мне очень приятно, что он возник. Дело в том, что бренд сам по себе решает две очень важные задачи, на самом-то деле, да. Первая задача, которую решает бренд, это предоставление той или иной потребительской аудитории, которая имеет определенные особенности восприятия обработки информации, специфики, индивидуальные установки, поведенческие стереотипы, некие паттерны потребительские. Первое, сделать продукт, с которым потребитель крайне быстро и легко идентифицируется. Ну, условно говоря, эта штука для меня. Она для меня удобна, а для меня понятна, функциональна, я знаю, зачем она мне нужна, я понимаю, как я с ней буду пользоваться, какую ценность мне это принесет, с одной стороны. Понятнее всего, мне кажется, именно на технологиях это работает. Это работает практически на всем, даже на молоке, как это ни странно. В функциональном, да. Да. С другой стороны, крайне важная история, вторая, это качество коммуникации. То есть, чем выше когнитивная простота, чем точнее коммуникация, чем ближе к культуре языка, к ценностям и потребностям аудитории, чем точнее переден месседж бренда, то есть его базовая функция, как суть, тем проще потребителю осуществить выбор. Мы заходим, перед нами там 40 молочных брендов, нам очень тяжело сориентироваться, да, у нас чудовищный уровень стресса. Мало того, мы должны поменять деньги, которые мы заработали, да, которые нам заплатили за наше время, за наши силы, на некие товары. Мы прекрасно понимаем, что, исходя из того, что там марка, я видел его по телевизору, наверняка там есть торговая наценка. И вот чем ближе этот товар мне с точки зрения своей функциональной модели, чем лучше я понимаю те ценности, которые мне транслируют через коммуникацию эта марка, ориентируясь там на мой запрос в энергии и сытости, либо в полезности и естественном происхождении, в природной чистоте, или функциональности этого продукта, либо в каком-то... Стиле жизни опять же. Да, стиле жизни, неком атрибуте, да, социальном, который позволит мне определенным образом зафиксировать свой социальный статус, тем легче мне принять решение в пользу той или иной марки. Мы приходим к полке, и мы видим прекрасно, просто как-то не смешно, глядя на молоко, мы говорим, вот это консервативное молоко, это молоко для гидонистов и либералов, потому что оно транслирует радость, наполненность жизни, разнообразие вкуса и разные переживания, о которых я жду и ожидаю. Это молоко функциональное, потому что кроме просто молока он нам предлагает витамины, минералы, микроэлементы, стабилизацию работы моего кишечного желудочного тракта. И каждый выбирает, безусловно, свою функцию. Смотрите, здесь очень интересно, как бренд решается в таких сложных условиях на перемены. Вот люди привыкают ведь к тому, что какой-то месседж им несет определенный, особенно сильный, из большой истории бренд. А здесь меняются какие-то социокультурные условия, и бренд хочет подстроиться, но ему приходится ломать схему. Я сейчас это все абстрактно говорю, но есть конкретный пример. Это вот компания «Жилет» с ее недавней историей, с решением поменять слоган «Лучше для мужчины нет» на «Более лояльный для всех», чтобы не было вот этой маскулинной токсичности, прочего-прочего, ты можешь быть лучше. Ведь сколько лет ассоциировали именно с тем самым лозунгом, слоганом, который звучал во всей рекламе, а сейчас совсем по-другому, видимо, бренд заживет. Он не потеряет в стоимости, опять же, от этого решения. Я на эту тему в средствах массовой информации пошутил, когда эта тема обсуждалась. Я говорю, сначала женщины Земли сделают из мужчин безопасных, мужчин детей, мужчин сыновей, а потом полетят на Марс за настоящими мужчинами. То есть, славно говоря, я могу сказать, что с точки зрения «Жилета», я предполагаю, что это не глобальная смена тренда и трансляция сути бренда. Это, скорее всего, такая просоциальная компания. И «Жилет» решил, ну, как бы, поддержать общий мировой тренд по поводу лишения мужчин их проявления, их, собственно говоря, функционального природного предназначения. Но, собственно, все это такие сиюминутные игры. Да, это сиюминутные игры на потребу. Но мы прекрасно понимаем, что, безусловно, бренд меняет, с одной стороны, свою коммуникацию, с другой стороны, меняет определенные характеристики товара. Но это связано не с тем, что вот мне пришло в голову, и я хочу. Это связано с тем, что, как и люди, рынок имеет фазы развития, рынок имеет определенные аудитории со своими запросами, со своей культурой, со своими ожиданиями. И существует масса инструментов, маркетинговых в том числе, которые оценивают, условно говоря, степень зрелости рынка, степень пенетрации предложения в рынок. И в зависимости от того, как бренд пенетрирует в ту или иную аудиторную группу, ему приходится, сохраняя свою суть, а менять или адаптировать к той или иной аудитории товарное предложение, собственно говоря, либо продуктовое, с другой стороны, определенным образом подстраивать коммуникацию, под особенностью восприятия этой аудитории. Ну, конечно. В общем, мир меняется, бренду тоже приходится с этим как-то жить. Безусловно. Да, бренд живет так же, как и мы. Он бывает молодым, он юноша, достаточно агрессивный, демонстративный, он взрослее приобретает характеристики рационального, логического, функционального, и потом, пенетрируя в масс-маркет, в массовый рынок, безусловно, расширяет ассортимент, а в рамках одной товарной единицы упрощается, становится понятным, обыденным, весьма простым для восприятия. Ну, это вот жизнь, круговорот, да, осень, зима. Бренды в природе. Спасибо вам большое, Алексей, специалист по брендингу. Алексей Муразанов был у нас в студии, говорили о свежем рейтинге компании Brand Finance, ну и вообще в целом о брендах и их стоимости.